николаевск на связи немного о событиях внимание жителей города 19 июля в городе будет производиться опрессовка системы горячей воды. Приготовьтесь к тому, что 19 июля в течение дня по городу горячей воды не будет. Информация получена по телефонному запросу от МОП Николаевские теплосети. Также напоминаем, что плановое отключение горячей воды в этом сезоне с 8 часов утра 1 августа и до 17 часов 13 августа. Об этом информирует отдел ЖКХ при администрации Николаевского района. Внимание жителей района. Начались выплаты материальной помощи до 10 тысяч рублей и финансовой помощи в связи частичной утраты имущества по результатам паводкового подтопления текущего года. Жителям пострадавших от подтопления районов, своевременно подавших заявки, деньги уже поступают на указанные в заявлении счета. 7 июля город окончательно покидает перевозчик, который с 2013 года самоотверженно осуществлял пассажирские перевозки по городу и району. Напомним, что в мае этого года перевозчик был вынужден отказаться от осуществления перевозок по району и жители Николаевского района сразу ощутили на себе эти перемены. Администрация Николаевского района своевременно отреагировала на сложившуюся ситуацию. На сайте госзакупа готовились и объявлялись аукционы на пассажирские перевозки, но предприниматели не спешили подавать заявки. В настоящее время по маршруту автобуса 101-й коммерческие перевозки осуществляет и индивидуальный предприниматель Кучерова Ольга Леонтьевна. Сейчас маршрут связывает город с селами Красное и Чнерах. Жители сел Азерпах и Аремиф обходятся без общественного транспорта и готовятся установить мировые рекорды по бегу. Заказать такси из этих поселков будет стоить около полутора тысяч рублей, а это далеко не каждому по карману. Поэтому есть вероятность того, что все золото на предстоящей Олимпиаде будет нашим. Поселок Мага также обходится без внутренних рейсов. Без транспортного сообщения по фиксированным тарифам обходятся и жители поселков Многовершинный, Челя и Накентьевка и все прилегающие поселения. Спорт – это сила. Волевым усилием главы района принято это непростое решение – повысить спортивный уровень населения. Это, конечно, не Китай, где спортсменов готовят в поистине жестких условиях, но и здесь, на Дальнем Востоке, население сознательно готовится к новым спортивным рекордам. И тем не менее, некоторая определенность с пассажирскими перевозками по фиксированным тарифам появилась. На аукцион пассажирских перевозок по городу вышел индивидуальный предприниматель РОФов Иван Юрьевич. Успеет ли администрация заключить с ним государственный контракт? Успеет ли он начать перевозки по городу своевременно? Или горожанам пока придется ограничиться услугами такси? Об этом мы узнаем уже сегодня. А точнее, это все жители города ощутят на себе 7 июля, когда окончательно прекратит пассажирские перевозки фирма «Пассажирское автотранспортное предприятие» под руководством директора Черненко Татьяны Александровны и учредителя Черной Зои Вениаминовны. 6 июля в половину восьмого вечера должна была состояться ревизия имущества пассажирского АТП, которые бывшее предприятие должно вернуть в район. Это здание, гаражи и автобусы. Так как далее имущество будет передаваться новому исполнителю контракта по перевозкам и чтобы избежать всяких жалоб и претензий всех сторон и жителей слухов, было предложено оформить передачу имущества гласно. Как далее будет развиваться решение вопроса с пассажирскими перевозками по городу и району, покажет время. Уважаемые жители города и района, пишите свои вопросы на WhatsApp, номер которого размещен под видео и который вы сейчас видите на экране. Своевременно и правильно заданные вопросы помогут сделать жизнь нашего города лучше. Несмотря на летние каникулы, детско-юношеские занятия спортом продолжаются в плавательном бассейне Атлант. Тренер-преподаватель Счиславский Эдуард Иосифович готовит спортсменов-разрядников, а юные ученики и ученицы Анны Юрьевны Агаповой. 2 июля сдавали спортивные нормы согласно возрастным нормативам. Эта группа детей была подготовлена в рамках отдельного проекта. Дети показали, чему научились за три месяца. Уважаемые нижнеамурцы, уважаемые зрители и подписчики блога, сколько денег вы тратите на бытовые средства от комаров? А ведь по известному в народе неписанному закону, когда эти средства наиболее всего востребованы, они вдруг неожиданно исчезают из продажи. Между тем, для дома и помещений с антимоскитной сеткой на окнах очень эффективен простой препарат, который продается практически в каждом продуктовом магазине. Кто бы мог подумать, обычный ванилин это кроме всего и замечательное средство от комаров. Насыпьте ванилин блюдечко за полчаса до сна и вы убедитесь, что все комары исчезли. Попробуйте. Напишите в комментариях, как вы боретесь с комарами. А в следующем выпуске мы расскажем, как самостоятельно из подручных компонентов изготовить эффективную мазь от комаров. Подписывайтесь на новостную рассылку канала. Для этого нажмите колокольчик на YouTube-канале Роман Зайцев Живу на ДВ или напишите на WhatsApp, указанный под роликом. Проявляйте участие в жизни города и района. Присылайте на интересные видеосюжеты. Оставляйте комментарии, вопросы и пожелания под этим видео. С вами Аэлита Леонова, Николаевск на связи. Мы делаем жизнь в Николаевске лучше. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok